Местные выборы в текущем году. Президентские выборы в 2024, парламентские – в 2025. Это череда важных политических событий для Молдовы, сказал в эфире ГРТ экс-вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский. Он полагает, что каждая избирательная кампания будет крайне напряжённой, а от результатов местных выборов будет зависеть состав следующего парламента. «Я думаю, что на самом деле по итогам всех этих процессов будет определённое политическое дробление, будет много разных партий, которые будут представлены на местном уровне». Борьба за креслом мэра Кишинёва. В первую очередь на это обращено внимание всех партий страны. Ещё осенью прошлого года лидер либеральной партии Михаил Гимпу отметил, что формирование интенсивно готовится к всеобщим местным выборам. И у либеральной партии будет кандидат на пост примара Кишинёва. О намерении активно участвовать в местных выборах в эфире ТВ-8 заявил и председатель партии «Перемен» Штефан Глигар. «Мы будем драться за Бельцем. Мы не отдадим этот город Шору, неважно в каком обличии. Выдвинут Марошана или выдвинут Войку или выдвинут кого-то там, не знаю, ещё. Мы не дадим этот город в руки ОПГ». Будет ли кандидат на пост мэра Кишинёва от партии «Перемен» вопрос решается, отметил Штефан Глигар. Политическое формирование также должно определиться с кандидатами в примары в Гагаузии. «Мы постараемся в Гагаузии выдвинуть достойных кандидатов. Вы должны понимать, все должны понимать, что деньги делают своё дело. Практически неограниченный финансовый ресурс ОПГ Шора подкупил очень многих в Гагаузии и выдвинуть там достойного кандидата или контр-кандидата очень трудно. Но мы постараемся сделать всё возможное и удивить общество». Партия Шор объявлена неконституционной, а парламент принял поправки в избирательный кодекс, запрещающий членам политических партий, признанных вне закона, быть избранными на выборах сроком от трёх до пяти лет. «Данная партия представителей, кто состоял в этой партии на руководящих постах, больше баллотироваться не могут. Этот закон не распространяется абсолютно на всех членах партии, а на тех, кто были выбраны, последствия получали какие-то финансовые поддержки от партии и продвигали в открытую интересы этой партии». Партия Возрождения, к которой примкнули представители объявленной вне закона партии Шор и вошли ряд бывших социалистов, а также члены общественного политического движения Народный союз Гагаозии Виктора Петрова, также заявила об участии в местных выборах. «В настоящее время мы ведём активную подготовку к предстоящим осенью выборам. Конечно, мы хотим присутствовать в максимально возможном количестве населённых пунктов. У нас прекрасно подготовленная команда, обладающая богатым опытом. И для нас это будет хорошей проверкой наших способностей», – заявила в интервью информационному порталу «Трибуна» исполняющая обязанности председателя партии Возрождения Наталья Параско. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул участвовала в выборах главы автономии от партии Шор. По мнению Владислава Кульминского, в период избирательной кампании местных выборов вовлечение в политические процессы главы региона должно быть максимально аккуратным. «Я всегда говорил, что для руководителя автономии крайне важно не вовлекаться в политические процессы на национальном уровне таким образом, чтобы наживать себе врагов. Ведь совершенно не исключено, что ты можешь, например, поддерживать одну политическую партию и очень рьяно выступать против других политических партий. А потом та политическая партия, против которой ты выступал, приходит к власти, и таким образом ты наживаешь себе врага. Вот это, конечно же, такая тактика, если хотите, лавирование, но она крайне важна, потому что в гагаузской автономии очень важно продвигать свои интересы, значит, и не вовлекаться как-то вот в эти политические процессы на той или иной стороне. Потому что, ну, к сожалению, оно так всегда и происходило, и в конечном итоге мы получали очень длинные, длительные периоды конфронтации между Кишиневым и Камратом. С мнением Владислава Кульминского согласился вице-спикер Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Главное – не допустить повторения грубых ошибок, которые наблюдали на выборах главы автономии, подчеркнул депутат. Выбирать нужно того, кто лучше всех, кто подготовленнее всех, кто опытнее всех, кто прошёл определённую школу. А у нас выборы главы Гагаузии прошли по принципу, кто самый богатый и кто больше всех. Она обещает того и выберет. Самое главное, чтобы… А тут уже национальная власть прежде всего несёт ответственность перед гражданами Республики Молдова, включая жителей Гагаузии. Насколько эти выборы будут честными, прозрачными. Выборы примаров и местных советников пройдут 5 ноября 2023 года. Некоторые примары Гагаузии в эфире ГРТ заявили о своём решении баллотироваться на очередной срок. Это главы трёх городов автономии – Анатолий Топал, Сергей Анастасов и Виктор Петриогло, и примар села Казаклии Анатолий Узон. На своей странице в социальной сети Facebook о решении принять участие в местных выборах написал Николай Дудогло. Валентина Чабан, Ирина Резунец, Новости ГРТ.